Ты хоть сыт, одет, обут? Ой, сыт, обут, одет. Везде безлимитно. А то есть вы где-то становились так, где в доме, можно и поспать, что ли, да, нормально, на кровати? Ну да, по чуть-чуть можно. А почему в чуть-чуть? Дозор? Ну. Ясно. Ну, главное, обуты одеты. Ой, обуты одеты, Лен. Тут они живут, я тебе говорю, лучше, чем мы. Ну, понятно. Уже, блин, во все фирменное одеты. Ну, а что, если смотри, какой это запад, это поддерживает их, как ясно делай шмотки и все. Ну, гражданские неплохо, в кроссовках хорошо двигаются. Угу. Так вот. Там, наверное, и квартиры, и все, и домаши, и мебель, и все, да. Да, я вот, да, я, блядь, вот прикинул, чтобы мне... Это деревня? Не поселок, деревня, да, вот где вы? Да, типа поселка, ну, девятиэтажки. Поселка. Детей по двое минимум, блядь. Угу. А то, блядь, двумя детьми, нахуй, блядь, попробуй такую хату обставить, блядь, кредит, нахуй будешь платить, еще дети будут платить. Да, не говори, блядь. Угу. И все вещи, понимаешь, не как наши, шарпатрёк, блядь, сонючий. А, ну, достойные. То есть фирменные, все фирменные, блядь, я нигде еще хуни не встречал. Не частный дом, блядь, не квартиры, везде все вот качественные. А как нас это обложили вообще с запада, вообще все закрыли, и границы, и самолеты, и все у нас сейчас это обновление на компьютерах нет, Майкрософт. Короче, закрываются, ну, и закрылся инстаграмы и так далее. Вообще, не знаю, люди только без работы. Короче, нас вообще обложили со всех сторон. Лишь Америка еще на Китай этот, блин, давит. Китай-то они нейтральную позицию в отношении к нам занимают. Сейчас вообще средства массовой информации все пищат, визжат. Ну, не знаю, что будет. Сейчас будет в Советском Союзе железный замок.